Приветствуем, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Мастер Маргарита, это православный роман? Знаете ли, романы все-таки и стихи, и поэмы не являются людьми, принимающими или не принимающими православную веру? Являлся ли Михаил Фанасьевич Булгаков православным человеком, церковным человеком? Сомнительно, потому что крещенным, вероятно, но образ жизни церковный не вел, был увлечен погибельными страстями, и являясь, на мой взгляд, великим писателем, высочайшего дара писательского, как и абсолютное большинство светских писателей, привносил в свои произведения как чудесные образы, отражающие высоту и глубину русской души и жизни во Христе, так и область повреждения от духов тьмы, которую и сам носил в собственной душе. Поэтому святитель Василий Великий, предусматривая для нас полезным знакомство с замечательными произведениями языческих философов, поэтов, однако учит брать от них полезное и пренебрегать всем вредным, что также присутствует в их произведениях в достатке. Несомненно, роман «Мастер Маргарита» относится к таким достаточно неоднородным произведениям, великолепным по форме, очень увлекательным, с яркими образами, в том числе и замечательно правдивыми, прямо на уровне откровения жизни тех тяжких времен советских, в которых жил он сам и которые описывал, и личности, которые выведены там, отличаются замечательной правдоподобностью, хотя иногда и карикатурной, но при этом его собственная душевная поврежденность проявлялась и в какой-то расстановке сил. Роман его «Белая гвардия» или «Собачье сердце» — замечательные произведения, гораздо более цельные и однородные, позитивные, просветительные по своему содержанию. А вот «Мастер Маргарита», может быть, потому и приобрел мировую популярность, даже больше, чем мною упомянутые его великолепные произведения, наряду с «Роковыми яйцами», «Морфием» и другими замечательными его повестями, рассказами, тем не менее, именно «Мастер Маргарита» получила вселенское признание, как раз, может, потому, что там более чем в других его произведениях намешано свет и тьмы. И хотя для многих из нас образ Иешуа Ганоцри был в советские годы одной из первых возможностей познакомиться с личностью Иисуса Христа, конечно, изображенной совершенно неприлично для Бога человека в виде какого-то затюканного деятеля, утопистских каких-то позиций о том, что все люди хорошие, затюканного такого человечка, хотя и, очевидно, одаренного, не имеющего ни власти божественной, ни достоинства Бога человека, но, тем не менее, как история, происходящая во времена понтийского Пилата с беззаконной казнью, с какими-то движениями вокруг него, столь значительными для всего человечества, и об этом можно догадаться, особенно если раньше ты вовсе ничего не слышала о Евангелии, то интерес к нему пробуждается этими строками романа «Мастер и Маргарита». Но при этом, несомненно, торжествующий и главный положительный герой этого романа «Князь тьмы», представленный в виде некого интеллигента, то ли дворянина, то ли графа, который не только ведает делами человеческими, но и являет и сострадание, и справедливость, который бесконечно мастит, мудр, талантлив. Его окружение представляет из себя таинственных перевертышей каких-то из журнала «Крокодил», смешных персонажей сатирически-иронических, которые при этом, по сути дела, являются какими-то излишне смелыми и независимыми людьми. Так что вот эта вся фантасмагория бала сатаны, которому примыкает и иная положительная героиня, и только тогда она получает некоторую свободу в своих оккультных опытах, становясь ведьмой. И в этом качестве она как раз обретает и свое счастье с мастером, какой-то отзвук жертвенного служения Иешуа Ганоцри в наше время. Так что мой очень близкий мне человек, мама моего друга по детству, подарила мне этот роман, когда я еще был старшеклассником, с пожеланием стать мастером и найти свою Маргариту. Тогда это воспринималось очень высоким пожеланием, тем более я грезил творческими какими-то совершениями будущими, и мне это на душу ложилось, такое пожелание. Но очевидно, если задуматься, какой путь супружеской измены, сатанинских культов, к которым примкнула эта самая героиня, избрала она для себя, то не пожелаешь такую Маргариту встретить по жизни, а уж тем более стать ее половиной по жизни. Так что по совету святителя Василия Великого надлежит, знакомясь с яркими произведениями не святоотеческого, какого-то художественного плана надлежит брать из них полезное и понимать, замечать и отвергать то, что было произведено из сердца художника, поврежденного демоническими греховными влияниями. Субтитры создавал DimaTorzok